Стоило только положить трубку. Пройдя вторую чеченскую кампанию, Альмира Ситникова и не думала, что пострадает от уличных грабителей. Женщина шла домой, когда сумку с телефоном присмотрели местные щипачи. И средь бела дня женщина осталась ни с чем. Невзрачные с виду. Казанцы, кое-как по Новоазинской, проходят в минуту десятки, если не сотни. Просто вырвали телефон из рук и можно было распрощаться с ним навсегда, если бы не подозрительные приметы. У одного рука была загипсованная. И вот Менгазов нашел. Да, добрый день. Менгазов это шеф местного уголовного розыска, на которого перевела диспетчер службы 112 и, как оказалось, не прогадала. По гипсу вышли на воров, а с ними и на телефон. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были данные лица задержаны. Ими оказались несовершеннолетние парни, которые проживают на территории, обслуживаемой нашим отделом. С грабежа до поимки прошло чуть больше суток. Возраст не оправдал преступников. Отвечать пришлось по закону, а телефон вернуть. Благодаря таким людям, как Менгазов Марат, можно верить в торжество справедливости и свою безопасность. Альмира Сеснова больше не боится доставать телефон в людных местах. И номер полиции теперь первый в ее записной книжке. Всегда при ней теперь и блокнот. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА